Здравствуйте, меня зовут Бутакова Ангелина, и мой проект «Брошь из бисера». Цель проекта – узнать об истории броши в модных тенденциях 2021-2022 года, исследовать актуальность броши ручной работы среди учениц, работниц и родителей нашей школы. Практическая цель проекта – разработать и изготовить брошь. Задача проекта – изучить историю появления брошей, ознакомиться с модными тенденциями броши 2021-2022 года, провести исследование актуальности броши ручной работы, выбрать изделия для изготовления, нарисовать макет изделия, выбрать и рассчитать материал, изготовить брошь. Для работы нам понадобятся пайетки плоские, бисер чешский, чешские бусины в форме раунтель, стрессы пришивные акриловые, нить мулинея, мягкая и жесткая понетель, жесткий фетр, искусственная кожа, металлическая основа для броши. А также нам понадобятся пяльцы, ножницы, иглобисерная, фоном нить, клей момент кристалл, тонкий плотный картон, ткань большего размера пялец. Порядок выполнения. Перерисовываем шаблон броши на фетр, натягиваем ткань на пяльцы, после пришиваем фетр. Прошиваем ткань и тель по контуру изделия. Начинаем заполнять пространство нитью малинея, в технике вышивки гладью, затем пришиваем сестра за иерондели. Начинаем прошивать писяр швом назад иглоку, в свободные места добавляем пайетки. А теперь пришиваем мягкую конетель. Снимаем ткань с изделия и вырезаем. Обводим контур изделия на искусственной коже и плотном картоне. Берем основу для броши и намечаем на внутренней стороне искусственной кожи место для отверстий. Сделаем отверстие по отметкам. Вставляем основу для броши в отверстие. К изделию приклеиваем картонную заготовку, а затем уже заготовку с искусственной кожей вместе с основой для броши. Вырезаем лишнее по краям, брошь готова. С моей точки зрения брошь получилась очень красивая и качественная. Ее можно оценить минимум в 800 рублей. Реально затраты менее 200. На работу ушло примерно 8 часов. То есть даже из недорогих материалов можно выпить качественные и создать из них красивые изделия. А при желании даже немного заработать. Мама отбрашивала столько и с удовольствием носит ее. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.